Представители знака Зодиака Лев, мои дорогие львы и львицы, здравствуйте! Второй прогноз – гороскоп на неделю с 11 по 17 марта. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но у нас сегодня колода добра. Изображение, карты, значения призывают на всех быть чуточку добрее к самим себе, милосерднее к собственной душе. Все же жизнь не бывает полностью предсказуема. Позволить себе право ошибаться, идти дальше. Позволить отпустить, может быть, то, что от нас отталкивает, само пытается уйти. Отпустить все то, что плохое, грустное, мои дорогие, для того, чтобы новое вошло в нашу жизнь. Больше вдохновения было, больше возможностей. И где-то предусматривать, поскольку мы не можем запрограммировать, как будут относиться люди, или что они будут думать, как они будут меняться, так и обстоятельства. Мы тоже ход событий не изменим. Поэтому где-то допускать вот эти самые перемены нам дает возможность очень сильной позиции. Нас сложно тогда застать врасплох. Ну, давайте мы узнаем, что для вас будет в приоритете, или что важно знать, мы говорим. Может быть, чем вам придется, мои дорогие львы и львицы, заниматься в течение этих семи дней? Чего не избежать или неожиданности? Что вам может помешать, или чему сейчас не время, мы говорим? А что вас будет радовать? Что вам будет помогать? Что скрыто? Достанем карту. И по основным сферам жизни, дела, работы, бизнес, энергия, денег. И что в личной жизни, как видят карты, мои дорогие львы и львицы? Что важно знать? Вообще карта победы. Любая шесть – это всегда победа. В данном случае по деньгам. Значит, на неделе либо вы решаете какие-то финансовые и имущественные вопросы, к примеру, да, может быть, это и жилище. Но чаще эта карта говорит дело работы, бизнес и получение денег. Значит, деньги как будто будут или к вам приходят. Может быть, сумма все же по этой карте даже больше, чем мы рассчитывали. У кого-то это проиграется. Я не говорю всех. Иногда эта карта может свидетельствовать, знаете, об удобном каком-то случае или ситуации, оказе, когда у нас получается решить тот или иной вопрос. Есть по этой карте, хоть она и про Пентакли, но как помощь высших сил. Или удобный случай. Не случайная случайность. Вот какие-то приятные события, как будто они вас будут вдохновлять и радовать. Это точно. Но как минимум одно дело, мои дорогие львы и львицы, вы словно сумеете решить, согласовать или совершить, или определиться с работой, или каким образом ко мне приходят деньги, или просто сама по себе какая-то уверенность у вас появляется на этой неделе. Чего не избежать, паш земли. И вот по этой карте полная уверенность процветать. Построение, кстати, для кого-то из вас, паш земли может означать, раньше я ходил в организацию, дай-ка я теперь попробую работать на самого себя или на саму себя, развивать свое творчество, развивать свое ремесло. По этой карте, да, пусть эта карта небольшая, но это новые начинания. У кого-то это, я буду делать карьеру, или сделали вы карьеру, значит, еще выше буду идти. Мы здесь больше своим честолюбивым планом уделяем внимание. И кто знает, с учетом шестерки земли, это вполне вероятно, что вот тот случай, он как будто вам предоставится сделать важный выбор или на чем-то сконцентрироваться, понять, что сейчас у меня очень благополучное время решить какие-то свои вопросы. Может быть, то, что прежде вас ставило в тупик, или вы не могли согласовать, к примеру, или на что-то решиться. Поэтому как и начало, так и продвижение вперед. Какой-то проект, мои дорогие, по этой карте для вас будет означать, как и благополучие и продвижение все-таки. Об этом говорит карта на долгий период времени. Чему сейчас не время? Карта искушения. Красивая карта. Так выглядит 15-й старший аркан в этой колоде. И нам говорят, не делай ничего чересчур. Ну, где-то не перегибай планку, иначе ситуация какая-то может выйти из-под контроля. Или для кого-то может означать, что, знаете, во всем нужен баланс. В том числе, к примеру, в общении с людьми самыми разными. Будь это социум, будь это ваша личная жизнь. Исключить где-то, знаете, очень ярко бурные эмоции. Потому что мы можем буквально кого-то оттолкнуть. По этой карте есть такое значение. Если перегнешь палку, не прочувствуешь момент опасности. Когда игра уже будет заканчиваться. Или вызовите, допустим, какой-то негативный момент, общаясь с окружающими в отношении вас. То есть мы здесь что-то можем пропустить. Именно потому что самоуверенность где-то в этом нам может быть как помеха. Если мы спросили, что может помешать. Конечно, по этой карте нам говорят, ведь это карта страсти и азарта. И на все время нахождения Плутона Водолея в азартные игры не играть. Не соглашаться на легкие деньги. Потому что как будто обратка прилетит. Или мы в последующем можем пожалеть, поскольку мы сейчас не видим. А как-то разовьются события. И один на один мы можем столкнуться или остаться с какой-то проблемой. Все-таки 15-й старший аркан. Он когда чувствует, что нас поймал на удочку, зацепил словно. А здесь у вас может быть какая-то тема. Нам хочется продолжать. И мы теряем где-то самоконтроль. И вот это чувство реальности, когда опасность нам кажется не опасностью, а каким-то мелким шагом, который вполне преодолим. Мои дорогие, вот этому не время. Хладнокровие все-таки вам будет где-то помогать. Но вот что будет помогать? Вот когда вы понимаете, что в любой момент обстоятельства могут поменяться. Кстати, будет помогать часто по карте башня. Это происходят какие-то события, когда мы с собой рисковать не хотим. Может быть, вот абсолютное ощущение того, что ситуация в любой момент может измениться как-то. Или люди ненадежные. Или вы понимаете, к примеру, обстановка вокруг меня, она не дает уверенности в том, что это будет, допустим, если сейчас даже все хорошо, что оно так будет продолжаться вечно. По этой карте конкретно чувство опасности. Вот о чем мы, собственно, только что с вами и говорили. Тут идет смена, смена парадигмы в этой колоде карт. И может быть, сами по себе перемены, которые происходят в обстановке вокруг вас. Или какие-то новости, которые вы узнаете, мои дорогие львы и львицы, как раз вас к пониманию подталкивают, что какая-то обстановка, она не будет длиться вечно. И поэтому удобный момент нужно как будто и ухватить, но и не создать себе проблемное будущее. По этой карте проходят какие-то события, вот именно по башне, которые действительно нас освобождают от прошлого или дают мудрую подсказку, как нам действовать наперед. Это может быть, знаете, как само по себе событие в жизни людей, которые вас окружают. Пусть это социум или это может быть даже где-то ваши родственники. Но для вас, значит, вот если вы столкнулись с известием о какой-либо информации, есть смысл переложить на себя и продумать, а что бы я делал или делала. Как будто в этом будет тоже сильная позиция просчитать где-то свои шаги или, по крайней мере, предусмотреть, что жизнь как раз и не бывает полностью предсказуема. В любой момент что-то может всегда меняться. Быть осторожным, как будто вас учит обстановка либо вокруг вас, либо пример наглядный, как я сказала, у кого-то либо из вашего окружения, либо, может быть, и родственников. Что скрыто? Вы знаете, вот мы говорим в неожиданности, паш, земли. И это новые начинания. Или это твердое намерение процветать. И именно потому, что какой-то печальный опыт у вас есть, о котором вы не расскажете никому. Или на этой неделе будет абсолютно точно, как будто все расставится по своим местам. Может быть, и обстоятельства так сложатся. К примеру, приходят действительно какие-то сообщения, новости, когда вы решите менять работу. Или, может быть, завершить какое-то дело. Для кого-то это может проиграться, конечно, и через отношения. Может быть, отношения по бизнесу, по партнерству, именно по работе. Может быть, по связям с людьми, может быть, даже с общественностью. Все-таки у нас рабочие карты выпали. Но именно прошлый опыт, тот, который вы скрываете, скорее всего, о себе всего не рассказывая, он вас делает сильнее. И вы можете вот это чувство опасности, когда я не хочу собой рисковать, как раз прочувствовать. И это будет очень правильно. По этой карте десятка воздуха, в этой именно колоде, означает изящное завершение и новое начало. Вот причина где-то и следствие, потому что что-то завершается. И по этой карте есть такое одно слово – прозрение. Вот то, как мы прозрели, мы никому не рассказываем. Но сами мы уже стали и сильнее, и мудрее, и какой-то опыт прежний мы не повторяем. Вот, наверное, это и означает вашу сильную позицию. Прозрение учит предвосхитить или прочувствовать опасность, чтобы собой не рисковать. Но, видимо, будут вас, мои дорогие львы и львицы, пытаться увести с пути истинного. По крайней мере, я могу предположить, ваши контакты или люди, ваше окружение, не обязательно близкое. Любое. Могут быть такие, как бы, ну, как предложения или варианты, допустим, какие-то темы интересные, которые поначалу выглядят как «Ух ты!», аж дух захватывает, как это перспективно. Но надо быть реалистами. Вот ваш прежний опыт вам дает как раз такую подсказку. Дела, работа, бизнес. Шикарно. Десятка земли. Правда. Это не только про деньги, но и про деньги тоже. Это максимальная карта в младших арканах именно по деньгам. Если мы говорим, правда, могут быть получения денег, но это еще карта благополучия, это карта семьи. Это может означать, кстати, какие-то вопросы документов, которые связаны с семьей. Или вам кто-то помогает из семьи. Или вопросы, связанные с недвижимостью. Или любые другие финансовые вопросы. Ну, значит, вы все решите, все вопросы закроете. Это карта итога, результата, который вас, мои дорогие, радует. Но кого-то конкретно, получение денег. Это выпадает дела, работа, бизнес. Значит, и где-то по вашей работе, если мы говорим, вы решили строить карьеру в неожиданностях. Это не совсем неожиданность. Это твердое решение процветать. И значит, у вас получится какой-то ваш план. Будьте внимательны. Чего-то не отложить на потом. Да, не поторопиться. Быть реалистом. Но и не упустить на этой неделе какой-то очень хороший момент, который будет о вашем как раз благополучии, о вашем продвижении, о ваших возможностях на длительный период времени себе надежный фарватер избрать в сторону изобилия, процветания, удовольствия от жизни. Где-то по этой карте это тоже проходит. Когда мы более ресурсны, это тоже немаловажно. Поэтому иногда, кстати, по этой карте знания проходят. И вот это прозрение действительно как новое знание для вас. Идем дальше. Что же энергия денег? Хотя нам уже об этом сказали правосудие. У кого-то по части финансов могут быть, конечно, к примеру, налоговые органы, да, или вы готовите декларацию, может быть. Какие-то документы составляете. Может быть, это касается смены вашего места жительства и тоже согласований, оформлений. Вы можете обращаться к юристам, вы можете к нотариусам, адвокатам. Обращаться, узнавать, как в отношении вас работает закон, если вы определенным образом поступите. Что-то просчитывать. И правда, посмотрите, когда выпадает эта карта, мы вообще не должны даже в минимуме нарушать закон. И вверху у нас 15-й старший орган. Чтобы потом, как неожиданность, не вернулась какая-то обратка. Себя самого надо подстраховать. И по части денег тоже. Откуда приходят деньги? Каким образом приходят? Смотря в какой стране вы проживаете, у каждого свои законы. Но и о поступлении денег, о методах или источниках дохода тоже надо предоставлять какие-то документы. Значит, мои дорогие львы и львицы, у кого-то это может быть, что побеспокойтесь о себе заранее, чтобы вот эти или вот этот документооборот у вас был в порядке. Когда идет карта правосудия, это всегда ведь, знаете, еще раз повторюсь, причина и следствие закон. И по 15-му аркану нам ведь говорят, на потом что-то может пойти совершенно не так. Поэтому себя обезопасти от начала до конца. Не должно быть риска. Не должно быть надежды на авось. И даже если прежде, ну, прокатывало, будем говорить, или проходил какой-то вариант ваших действий, а вот здесь как будто не пройдет. Нет смысла с собой рисковать. Иначе можно потерять очень многое. Личная жизнь. Тройка огня. Вы можете засобираться в путешествия. Буквально посмотрите, как здорово. Вообще это карта уверенности и карта части перехода. Где-то можно ее назвать такое, знаете, как прелюдия трансформации. Потому что мы еще как будто в раздумье можем находиться. Но наша вот эта уверенность процветать. Вы будете искать, может быть, новые возможности осуществить свой план. И ведь личная жизнь – это не только про любовь, а вот амбиции наши. Это тоже личная часть и жизнь. Ваше продвижение. И вы будете работать с информацией в эту неделю и искать какие-то новые возможности. По этой карте уверенность, якорь проходит, когда мы можем себе это позволить. Потому что у вас сейчас и нам все остальные карты говорили о том, что прочное положение. И если опять же возвращаясь вот к этим неожиданностям. Вы знаете, это те неожиданности. Может быть и обстановка-то вокруг вас как-то так складывается, что приходит к вам окончательное решение. Но еще и вы сами не очень надеетесь на авось. А это ваш как продукт длительных размышлений, может быть. Или анализа текущей, или прошедшей ситуации. Как раз вас к таким выводам что-то в своей жизни изменить и приводит. И когда у нас стабильное положение, самое время что-то осуществить. И если мы говорим на личную жизнь, тройка огня выпадает. Это расширение ваших возможностей или само по себе новое действие. Но как будто мне нужно просчитать все до мелочей. И по этой карте предусмотрено, что мы можем куда-то засобираться или составить себе план. И в последний момент остановиться. И дай-ка я еще раз все просчитаю. Чтобы у меня как раз не было ошибок. Потому что вот это чувство опасности или подсказки, может быть. Поскольку вокруг вас обстановка такова. Или опыт жизни вашей таков, что я не должен, не должна с чем-то просчитаться. И перед тем, как переходить к каким-то действиям. И ведь это, знаете, преддверие перемен более глобальных. Вы можете, как я уже сказала, собирать информацию. Или буквально для себя составлять. План минимум, план максимум по этой карте идет. Изложить как будто что-то на бумаге. Какие действия я собираюсь предпринять. И если что-то пойдет не так. Каковы мои дальнейшие действия. Вот здесь, в этом плане конкретика. Перекладывайте на себя. И будьте счастливы. Будьте любимы всегда. Продолжение следует.